Всем здравствуйте! Вы на канале Замечтательная жизнь. Меня зовут Елена. Вот я сегодня вам хочу рассказать про бадан. Я его посадила в прошлом году маленьким кустиком. Привезла с севера. Вот и вот он у меня так разрастается. Я разросся буквально вот за год. Я где-то на одном канале увидела этот бадан. И вот у женщины, она прямо его специально рассаживала, высаживала вдоль тропинок. Полисадник у нее. У нее столько было этого бадана. И так он красиво смотрелся. И он как раз был в цвету. И я прямо, у меня такая мечта, что я тоже его обязательно разведу. Вот. И вот я решила его тоже развести. Не знаю. Вот уже можно будет, наверное, по осени его и поделить. Тут уже много получается. Вот тут он размножился. С этой стороны, с этой стороны. Я вот прям тоже его хочу размножить. Бадан называется бадан сердцевистный. У него листочки напоминают сердце. Еще можно его называть бергенией. Вот выходят уже соцветия. Вот они, цветочки. Там тоже цветочки. Вот они уже, видите, какие цветочки. Такие плотные они бывают разного окраса. Вот у меня лиловые. Белые бывают, розовые, фиолетовые. Бадан любит хорошо освещенные места. Вот у меня освещенное здесь как раз место. У него солнечно, прям постоянно солнечно. Ну, может и немного тени принять тоже. Но сильно, если будет затененное место, то он перестанет свисти. Так что ж я, конечно, буду... У меня участок весь солнце, постоянно у него. Так что ж я его буду вот рассаживать. Но это растение практически не подвержено заболеваниям. Оно многолетнее, может на одном месте расти несколько десятков лет. И такое не особо, что требует к себе питания. Но я его мульчирую. Вот я его мульчировала то ли это все. И он у меня так хорошо отозвался на вот это мульчирование. А на севере-то он у меня, конечно, уаай! Он такой разросшийся был. Причем снег только сходит. Он, как считается, вечно зеленое тоже растение. Снег только сходит. И вот прямо зеленые листочки уже появляются. Так приятно смотреть на него. Листочки такие декоративные, большие. Он такой объемистый получается. Раскидистый куст. Большие листья будут еще больше. А по осени они таким бордовым цветом становятся. Они и так-то уже немножко бордовенькие есть. А тут еще будут бордовые такие красные листья. Ну, красиво будет смотреться. По своему химическому составу бодану не страшны насекомые. Поэтому вредители его не поедают. Ну, какой-то специальный химический состав. У него есть листья. Он хорошо переносит этот холод. И красиво, густо смотрится. Так, высаживает его поздней весной или же ранним летом. На расстоянии 40-50 сантиметров друг от друга. Ну, даже можно и побольше, потому что он хорошо так раскидывается. И я его размножаю делением. То есть выкапываю частичку вместе с корнем. И вот таким образом рассаживаю. А вообще это полезное растение. Оно обладает не только красивым декоративным видом, но еще и лечебными свойствами. Я его завариваю в чай. Он обладает кровоостанавливающим, вяжущим, противовоспалительным, противомикробными свойствами. Укрепляет стенки сосудов. Умеренно понижает давление артериальное. Также обладает жаропонижающим, антибактериальным, мочегонным, заживляющим, антистрессовым действием. Ну и, конечно же, противоопухолевым. То есть для профилактики всяких там опухолей его тоже можно и применять. Растение это, то есть, неприхотливо. На одном месте растет, как говорила, несколько десятков лет. И рассаживать можно делением куста. Как я его завариваю? Вот, видите, я завариваю вот эти вот... Я тоже на этом же канале посмотрела. Вот эти вот листочки. Вот они уже высохшие. Вот, пожалуйста, вот этот листочек. Он был под дождем. Он чистенький. И в термос я ложу наряду с листом подана. Ложу еще лист смородины, малины, березовые. Вот сейчас почечки появились. Вот, потом у меня мелиса. Какой еще-то? Монарда. И такой чай получается ароматный, вкусный. И, мало того, он очень-очень полезный и целебный. Так что ж, вот я хотела сегодня рассказать вам об этом растении. У кого он есть, размножайте, приобретайте его. И он очень будет украшать ваш участок. Ну, мне кажется, он уже у многих есть. Всем пока-пока. До встречи. Субтитры сделал DimaTorzok